В МЧС Наталью, по её словам, привела судьба. Девушка готовилась стать архитектором, но вот уже год, как служит в пожарной части Володарского района. Теперь, говорит, не шагу назад, только вперёд по карьерной лестнице. Для меня сначала это было шоком, если честно, а сейчас мне даже нравится. Я считаю, что форма девушкам такая тоже к лицу. У нас, не знаю, это семейная, наверное, традиция уже заложена какая-то. У меня родители работают в этой структуре, в главном управлении. Новобранцев и тех, кто не первый год образцово исполняет служебные обязанности, поздравил глава региона Николай Денин. Он вручил сотрудникам пожарной службы почётные грамоты, благодарственные письма и поблагодарил огнеборцев за их нелёгкий труд. Я хочу высказать слова признательности и благодарности вам за вашу добросовестную работу, поздравить с профессиональным праздником, пожелать здоровья, добра, успехов, как говорят, если пламя, то только душевного. Подарком к празднику стала пожарная техника. Восемь автомобилей отправятся в сельские поселения. 14 машин поступят на вооружение Брянского пожарно-спасательного центра, а три, по словам специалистов уникальных установки, останутся в распоряжении федерального пожарного подразделения. Эта машина передвижная радиометрическая лаборатория, которая позволяет в движении измерять уровень радиации, естественный фон по той территории, где она будет передвигаться. Затем автомобиль на базе УАЗ-Патриот для оснащения испытательной пожарной лаборатории. Этот автомобиль оснащён всем необходимым для производства работ по обнаружению очага пожара, по проверке работоспособности следствия пожарной автоматики, дыма, давления. Об особенностях автомобилях Александр Кобзев рассказал Николаю Денину. Особенно губернатора заинтересовал автомобиль, предназначенный для тушения сложных пожаров в помещениях и на местности. Глава региона даже забрался в кабину чудо-машины. Уже в мае после обучения специалистов вся техника, пообещал начальник главного управления, приступит к выполнению поставленных задач. Елена Бочкарева, Дмитрий Комаров, События Брянск.